Всем добрый день, вы смотрите фото об экспоньюз. Как обычно, заваривайте чай, берите печеньки и погнали. Начнем наш выпуск с новостей из Китая. Они там что-то опять соорудили. Китайская компания Seven Artisans выпустила новый объектив 35 мм f1.2 под беззеркальной камерой с коробком 1,5 и более. Он весьма компактный, имеет только ручную фокусировку и при этом сверхсветосильный. Однако, судя по представленным графикам, резкостью не блещет. К тому же предоставленных данных недостаточно. Нет информации по промежуточным значениям диафрагмы. На самом графике видно, что на самой открытой диафрагме 35 мм f1.2 откровенно мылит, а хорошая резкость наступает только с f8. Промежуточные значения вполне возможно работоспособны, но максимуму разрешающей способности они не дадут. Получается, что цена здесь основана не на самом лучшем качестве. В принципе, данный подход для китайской компании не нов. И если в Японии обычно стремятся установить открытую диафрагму так, чтобы она соответствовала стандартам по резкости, то в Китае ко всему этому относятся проще. Объектив Seven Artisans 35 мм f1.2 будет выпускаться под байонеты Canon ESM, Sony E, Fuji X и Micro 4.3. Как вы понимаете, этот объектив, скорее всего, можно будет заказать только через eBay и Amazon, поскольку представительств во многих странах попросту нет. А стоить он будет 145 долларов. Предполагаю, что, скорее всего, его будут покупать для видеосъемки, поскольку, ну, для фото уж слишком он мыльный. Некоторое количество выпусков назад я оглашал такую новость, что Photoshop, скорее всего, перейдет из компьютера на планшет. Полноценно. Так вот, это уже не за горами. Компания Adobe, судя по всему, выполнит свое обещание и представит в начале 2019 года полноценную версию Photoshop для iPad. Разработчики компании заявили, что решили предварить в жизнь сумасшедшую идею перенести неурезанный редактор на сенсорный планшет. И, судя по всему, им это удалось в рамках реализации этой идеи и вообще оптимизации возможности редактирования, месяц назад Adobe анонсировала обновленную версию облака Adobe Create Cloud. Все редактируемые файлы могут храниться в Adobe Create Cloud и с ними можно будет работать с разных устройств, в том числе и планшета. Но у Photoshop для iPad оптимизирован для сенсорного экрана. По заверению разработчика, вы получите возможность просматривать слои и работать с инструментами новым способом. Вы также будете иметь возможность делать выделение маски, применять фильтры, корректировать и многое другое. В общем, все то же самое, что и на взрослой модели. В общем говоря, это будет тот же самый Photoshop, полноценный, только адаптированный под сенсорный экран. Соответственно, некоторые манипуляции будут выполняться несколько иначе, чем мы привыкли делать это мышкой. Ну, посмотрим. 2019-й не за горами. Интересно, он будет платный или по той же подписке, что и обычный Photoshop? И можно ли где-нибудь его скачать для теста? Там, торрент, например. Был ли у вас такое, что вот компьютер стоит, ну или моноблок, вот планшет. И вы думаете, эх, было бы классно их скооперировать, чтобы, допустим, планшет работал как второй экран. Или как планшет. Вы на нем что-то рисуете, а это отображается на экране. Так вот, для продукции Apple это уже стало возможным. Луна-дисплей разработан создателем Астропад, в iOS-приложении, который превращает ваш iPad в графический планшет для Mac. И все это началось как раундфайнинговый проект на Кикстартере. На данный момент Луна, имеющая соединение USB-C или DisplayPort, работает через соединение Wi-Fi. Устройство позволяет использовать ваш Mac непосредственно с iPad с полной поддержкой внешней клавиатуры. А также управление жестами, которые мы привыкли исполнять на тачпад. По словам создателей, Луна-дисплей может использовать вычислительную мощность графического процессора вашего Mac и позволяет практически без лагов выводить изображение. Работает она, конечно, с Mac OS X11 El Capitan или более поздней версии. Сейчас данный ключ можно приобрести по цене 79,99 долларов, ну то есть 80 долларов, и полноценно объединить ваш планшет и компьютер в единое целое. Идея, конечно, хорошая и для многих окажется полезной, я уверен. Однако смущает необходимость наличия этой самой флешки ключа. Хотелось бы, чтобы все это происходило аппаратно. То есть вы скачали какое-то приложение, установили его, и все, у вас произошла синхронизация с вашим планшетом. И пошла магия. И порты свободные оказались. Так было бы гораздо лучше. Может быть, потом так и будет. Сейчас я хочу затронуть тему, которая, ну скажем так, не самая свежая, но она важная. И касается дронов. В научно-исследовательском институте Дейтона опубликовали видеоролик, демонстрирующий вред, причиненный крылу самолета при столкновении с обычным дроном. Тест моделировал жизненные условия. Конечный результат имитировал столкновение квадрокоптера с крылом самолета на скорости 383 км в час. И сейчас просто обратите внимание, что случилось с крылом. Несмотря на то, что сам дрон, ну скажем так, не самый тяжелый, я не просто так решил огласить эту новость. Дело в том, что в последнее время снова нахлынул ажиотаж на использование дронов. И я хочу обратиться к тем умельцам, которые выкладывают в сети лайфхаки, как избавиться от ограничения высоты полета и запрета полета возле аэропортов. Друзья мои летчики, ни один красивый кадр, даже невероятно красивый, не стоит здоровья и тем более жизни других людей. Подумайте об этом. В продолжении темы квадрокоптеров. У Mavic 2 есть проблемы. В сети появилась небольшая информация о проблеме с Mavic 2, а именно с задним мотором, который, как выяснилось, отклеивается. По этому вопросу в компанию DJI от потребителей было выслано несколько писем с конкретным вопросом, почему моторы крепятся на клей. На что компания ответила, что они почти всегда используют клей и ничего ужасного в этом нет. Таким же образом они используют крепление моторов третьего поколения на Phantom и первого поколения Mavic. Пока что это единичный случай. И данная проблема, скорее всего, вызвана неправильной эксплуатацией дронов и резкой сменой температуры при полете. Но это все вилами по воде. Хочется верить, что данные инциденты связаны именно с криворукостью потребителей, а не с тем, что клей плохой. Как бы то ни было, использование клея на устройстве данного класса уже не серьезно. Все-таки и камера там потяжелее, нежели на Mavic первого поколения. Так что резьба была бы более очевидным решением. На мой взгляд. А теперь немножко об объективе за 6 тысяч евро. Компания Carl Zeiss готовит новый объектив премиум класса. Zeiss Otus 100mm f1.4. Выпуск которого ожидается либо в конце этого года, либо в начале следующего. Данный объектив относится к серии Otus, выпущенной специально для зеркальных камер Canon и Nikon. Объектив не является автофокусным, а соответственно не содержит и мотора автофокуса. Что по идее должно уменьшить его размеры. Но традиционно для данной серии он очень крупный. За счет своих оптических характеристик. Учитывая его фокусное расстояние, он является прямым конкурентом родного объектива Nikkor 105 f1.4. Который уже довольно давно существует на рынке. Вся серия Otus была создана со стремлением к беспрецедентному качеству. На уровне пикселей. В частности, постоянно заверяется, что объектив является резким на всем диапазоне измерения диафрагмы. Причем он оптимизирован под современные матрицы. И не создает хроматических аберраций даже на самых открытых диафрагмах. Обеспечивает точность передачи цвета и соответствующую резкость. Естественно, ориентирован этот объектив в первую очередь на патриотистов. Поскольку сам производитель сообщает о волшебном боке. Теперь вы знаете, сколько по мнению C стоит волшебное боке. То есть 6000 евро. За волшебный задний фон. Размытый. Помните новость о бюджетном среднем формате от Fujifilm? Так вот, скоро начнутся продажи. Ура, наверное. Скопили деньги. Компания Fuji представила на выставке фотокина Fujifilm GFX 50R. Так называемую лайт-версию своей среднеформатной камеры. Напомним, что GFX 50R оснащена датчиком размером 43,8 на 32,9 мм. И разрешением 51,4 мегапикселя. Она довольно легкая для среднего формата. 775 грамм. И сделана в форм-факторе классической дальномерной камеры. Конечно же, всем была интересна цена камеры. Учитывая ее позиционирование как бюджетной версии среднеформатной камеры. Теперь цена официально объявлена. В общем говоря, бюджетный средний формат от Fuji будет стоить ровно 308 999 рублей. Не совсем ровно, но вот такая у него цена. А старшая модель стоит 380 000 рублей. Так что, если у вас есть много камер, вы можете их продать, продать все объективы и купить тушку бюджетного среднего формата от Fuji. Вполне реально. Итак, это были все новости на сегодня. После фотокина что-нибудь интересненькое приходится буквально выдирать из сети. Это обратная сторона медали. Ведь на выставке почти все показали. Эх. Как бы то ни было, оцените это видео положительной или отрицательной оценкой. Подпишитесь на нас в Яндекс.Дзен. Нажмите на колокольчик. Посещайте наши соцсети и веб-сайты. И до встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok